здорово знаете что точно загрузит вас на сто процентов хорошее упражнение для оттачивания навыков цвета анализа копирование цветкоррекции крутанов берем фото до после и стараемся повторить цветокоррекцию автора моем случае я взял одного из своих любимых фотографов итальянца олесио алби многие спросят на хрена это нужно делай свое да на самом деле все мы друг у друга чему-то учимся и если цветокоррекция реально сложная то повторите ее для вас будет хорошим уроком для саморазвития сегодняшнее утро я потратил на анализ нескольких фотографий олесио алби и постарался повторить его цветокоррекцию без процентного соотношения исключительно на глаз скажу сразу чтобы повторить цвет нужно научиться работать с элой бит цветовыми пространствами с различными масками но большая конечно же доля уходит на коррекцию кривыми давайте рассмотрим один из вариантов обработки я делал конечно же все на глаз но для вас я продемонстрирую процентные выборочные соотношения и так если посмотреть на оригинальный файл то можно обратить внимание на то насколько сжаты и тесно схлопнутые оттенки на мой взгляд на этой фотографии присутствует только телесный оттенок и синеватые изумрудные оттенки травы лучше это заметно если создать нейтральный серый слой наложить его в режиме наложения luminosity и повысить насыщенность процентов до 50 сейчас более наглядно видны цвета на фотографии если мы возьмем самые яркие по насыщенности участки ведь именно на них обращать внимание наше восприятие и пипеткой замерим цвета то мы увидим что вариативность оттенков невероятно мало оттеночный охват похью приблизительно от 340 градусов до 37 градусов в цвете лица волос и бутонов цветков и цвет травы где-то от 160 градусов до 220 похью если опираться на наш цветовой круг мы увидим насколько комплементарной вышла схема цвета здесь присутствует только теплые и холодные тона две противоположности выбор таких цветов делает нашу фотографию простой и приятной для восприятия ведь мозг не загружает себя лишними оттенками мы акцентируем свое внимание на свет тени текстуре рельефе сюжет ну и конечно же первое что мне пришло на ум конечно же схлопнуть оттенки через лап что я и сделал обратите внимание на губы оттенки кожи на всей площади лица стали менее вариативными приближенными друг другу более гармоничными ровно как и у оригинала уже одно лап сжатия приблизило картинку к оригиналу на первый взгляд может показаться что у алби оттенки сильно разнятся но здесь не стоит забывать про то что цвет зависит не только от оттенка но и от насыщенности примеру два абсолютно идентичных по процентам оттенка будут давать вам разные цвета при разных насыщенностях желтые зеленые оттенки также стали более однотипными и немножечко более пастельными что ли поэтому даже одно л и без сжатия позволяет получить картинку приближенную к оригиналу едем дальше самый сложный в реализации инструмент это же конечно кривые если вы хотите повторить ровно то что сделал я вам нужно очень хорошо в них разбираться объяснять его работу я сейчас не буду потому что тема мега объемная но если ты хочешь чтобы я запилил полноценный гайд по кривым ты знаешь что делать лайк подпиской в комментарии напиши макс запили гайд по кривым и так что же я здесь сделал логика на самом деле проста берем исходные данные и строим стратегию коррекции что мы видим первое у меня менее контрастная картинка решением s-образная кривая окей мы будем повышать контраст за счет кривой второе самые темные участки у алби заметно тонированы в синие оттенки решение будем поднимать точку черного-синего канала третье тени также более холодные значит в кривой красный канал в тенях будет ниже нежели синий а положение зеленого канала в тенях даст нам баланс между зеленым и маджентовым балансом белого цвета у алби каплю более зеленоватые это можно увидеть по оттенку лба модели она прям желто зеленая соответственно в кривых высокие светлоты зеленого канала нам нужно немножечко приподнять я же просто подвину саму точку белого зеленого канала вверх и вот мы получили приемлемый контраст и цвет на всей площади фотографии теперь можно заняться локальный цвет коррекции опять же будем опираться на исходные данные явно цветы имеют яркий желтый цвет править будем через выборочную коррекцию цвета selective color изменять будем желтые оттенки удалим из них циан добавим мадженту желтый и черный прям на сто процентов уже близко получить больше эффект от этого инструмента у меня не выйдет поэтому я создам его копию и здесь буду более аккуратно манипулировать маджентой так как она будет формировать конечный оттенок цвета между желтым и красным тут нужно найти баланс а чтобы воздействие наших корректирующих слоев не накладывалось на цвет волос и лица я закину их в группу и накину маску по моему постепенно но верно мы приближаемся к хорошему результату едем дальше видим что цвет волос не дотягивает по насыщенности до оригинала что что тут все просто также создаем маску и увеличиваем насыщенность только волос я это сделал через хьюстерейшн и один слой выборочной коррекции цвета также мне показалось что цвет лица немного розоват и я решил добавить в желтый еще больше желтого убрал из него мадженту вуаля осталось только прорисовать глаза на нейтрально сером слое и добавить небольшие микро контрасты на волосы дело необязательное тем более что мы стараемся повторить цвет но как бы почему бы и нет как видите процесс реализуем многие моторики можно интегрировать в свою обработку и стать чуточку круче как алби внизу в описании ты найдешь psd файлик открой его поизучай посмотри какие слои я создавал обязательно подпишись на меня обязательно подпишись на алби обязательно подпишись на свою маму потому что она подписана на тебя и скажи что ты ее любишь пока